Славянский район по праву называют территорией спорта не только потому, что спортивная материально-техническая база развита в районном центре, но и в сельских поселениях есть чем заниматься. Большой шаг в этом направлении сделан в Петровском сельском поселении. Физкультура и спорт в Станице Петровской пользуются большим уважением. Благодаря региональному проекту «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография» было завершено обустройство площадки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Новая спортплощадка располагается на территории Станичного спортивно-здоровительного комплекса. Она оборудована разноуровневыми перекладинами, лавками для пресса, скамьей для наклонов, современными уличными тренажерами. Площадка пользуется большой популярностью у местных жителей, причем возраста абсолютно разные. И нужно подчеркнуть то, что приходят люди, как имеющие более профессиональный статус спортсмена, так и обычные люди пенсионного возраста занимаются. Все тренажеры регулируются там по силе. Площадка функционирует на все 100%. Действительно, это большое подспорье для спорта. Плюс мы сюда подключаем профессиональных спортсменов, борцов, спортшколы. Они сюда приходят, выстраивают свою тренерскую работу, свои занятия, чтобы прийти сюда и здесь уделить там тоже внимание каким-то силовым упражнениям. Близится к завершению работы по строительству универсального спорткомплекса на Станичном стадионе. Этот важный социальный объект очень нужен петровским физкультурникам и спортсменам. Положить должны покрытие игровое, то есть оно куплено, оно стоит, но мы сейчас по технологическим особенностям укладки этого покрытия должна быть температура в споркомплексе, температура именно плиты получается, куда будет ложиться это покрытие, больше 16 градусов. Вот сейчас как бы мы ведутся работы по газификации, окончанию газификации, подключению комплекса. И соответственно, ну практически там все готово, процентов на 90. Плюс остался асфальт и осталось получается у нас озеленение. Для массового спорта здесь по-настоящему зажигается зеленый свет. После ввода спорткомплекса в строй действующих здесь будут проходить не только тренировки, но и соревнования районного и краевого уровней. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Дмитрий Волошин, программа «События».